Женя, и как ты умудрился простудиться? Всю зиму не болел, и на тебе. Ну, я просто в легкой куртке вышел прогуляться. Солнце же, весна же пришла. Ну и все, такое солнце у меня пригрело. Я расстегнул куртку, снял шапку и вот простудился. Сама простота. Зима на календаре, а на улице вообще-то еще не очень. Вот лично я до конца марта зимнюю куртку точно в шкаф выбирать не буду. Это что за пораженческие достроения, сказала бы сова. Но я так не скажу. Просто весна. Весна пришла, и легкая простуда, мне кажется, никому не должна мешать радоваться жизни. Какой ты счастливый. Доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует неисправимый оптимист Женя Плодин. Ну, какой ты зимний пессимист, Саша Байдачный. Нет, я не пессимист, Женя. Я просто реально смотрю на вещи. И, в общем-то, поэтому не простужаюсь. Кому на Руси жить легче пессимистам и оптимистам, об этом мы сегодня поговорим. Ну, вообще-то, многие великие люди были оптимистами. Пушкин, например, Александр Сергеевич. Даже унылой осенью он радовался. И даже в ссылке писал стихи Гёте. Излучал оптимизм и радость. И все вокруг его любили. А вот Лермонтов был пессимистом Гоголя. Даже великие Микеланджело тоже не отличались жизнелюбием. Но это их таланту не помешало. Даже наоборот. Так что пессимизм это не всегда плохо. Вот мой девиз всегда готовится к худшему. Поэтому у меня в сумочке обязательно пластырь, йод, нитки, какие-нибудь таблетки. В общем, целая аптечка. Поэтому, если случится какой-то неудобный момент, ты будешь еще радоваться моему пессимизму, когда я начну тебя вручать. Ничего, ничего. Я подожду, когда заговорят твои гены. Оптимизм, на самом деле, у нас у всех в крови. Результаты мировых исследований показали, что у каждого человека есть склонность к оптимизму и склонность замечать светлую сторону и совершенно игнорировать темную сторону жизни. А вот какую сторону выбирают жители губернии, узнаем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Я улыбаюсь, у меня все хорошо. Оптимистам, конечно, потому что настроение всегда хорошее. Оптимистам живется легче, потому что они все воспринимают намного легче. Конечно, оптимистам, потому что они не думают о плохом. Наверное, оптимистам лежат, потому что они верят в будущее. Ну, легче жить с улыбкой и верить в то, что вот сейчас грязно, но весна же начинается. Реалистам, тем у другим тяжело. Влюбленным к тому, что у них жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня, как заядлого оптимиста, вообще-то вдохновляют невлюбленность. Нет, новости. Новости. Например, о том, что благоустройством общественного пространства Самары займутся наши местные архитекторы. Лаборатория проектирования, сам ГТУ, код города и архитектурное объединение, творческая мастерская уже представили свои проекты. Первый этап благоустройства планируют закончить к концу этого года. Набережная Волги станет большой прогулочной зоной, а самые, все самые интересные места города будут связаны в единую систему интересных мест. Продолжая нашу тему пессимизма, что же за слово-то такое сложное, мне кажется, это неплохо, потому что пессимисты не ждут хороших новостей, они готовятся к худшему, поэтому, когда случается что-то действительно классное, хорошее, то пессимисты получают от этого гораздо большее удовольствие, чем могли бы получить вы, оптимисты. То есть, значит, если прогноз погоды будет не самым солнечным, ты не расстроишься? Зато очень сильно порадуетесь, если синоптики предскажут нам настоящую весну. В четверг регион ненадолго окажется в теплом секторе циклона, который определит сырую погоду. Будет облачно, временами пройдет мокрый снег и дождь. В некоторых районах температура опустится до минус 13 градусов. На севере и западе от 0 до плюс 2, на востоке и юге чуть теплее, плюс 2. Днем в Самаре и Тольятти максимальная температура составит 0 градусов, ночью до минус 3. Будет дуть южный ветер 5-10 метров в секунду. Как известно, люди с позитивным отношением к себе живут дольше. Мало того, у оптимистов даже реже случаются инфаркты. Им даже требуется более слабый наркоз или при хирургических операциях их швы заживают быстрее, чем у пессимистов. Слушай, ну все это на очень доказанные факты. Очень удобно быть оптимистом. Веский аргумент. Знаешь, почти убедил меня, становлюсь оптимистом. Но как и любую другую здоровую привычку, оптимизм нужно тренировать. Постарайтесь ценить каждую приятную мелочь. Солнце светит, на душе радостнее. Гуляйте, проявляйте любовь и внимание к близким. И увидите, как изменится ваша жизнь. Ну и не забывайте улыбаться, даже если совсем не хочется. Улыбка способствует выработке серотонина. Это такой гормон, который создает ощущение полного благополучия. Если начать улыбаться специально через некоторое время, вам уже действительно станет невероятно весело и захочется улыбнуться вот просто так. Вот прям не специально. Ну а кому не захочется, подарим шапку счастья. Внимание, хитроумное устройство получает данные о вашей улыбке с помощью изогнутого сенсора. И если, не дай бог, ваша улыбка покажется системе недостаточно лучезарной, небольшой моторчик приведет в движение металлический шип. Так что, простите, конечно, но чем шире ваша улыбка, тем меньше неприятных ощущений. Мало улыбки, мало. Олыбайся. Олыбайся. Тренировать оптимизм можно и с помощью нового вида спорта. В Самаре открывается школа бразильского джиу-джитсу. Чем же еще тренировать оптимизм? Говорят, что лучшая возможность проверить на прочность свою силу духа, гибкость тела и ясность разума. Но в простых движениях мы сейчас узнаем, каково это быть настоящим гуру джи-джитсу. Бросим вызов своей лене и прямо сейчас выполняем простые движения. Поехали. Джи-джитсу. Здравствуйте. С вами спортивный клуб «Физкультура». И сегодня у нас тренировка в стиле кросс-джим. Начнем с махов гантели. Раз. И наверх. Раз. И наверх. Спина прямая, да? За счет ног и разгибания спины. Делаем махи. Еще четыре. Три. Два. Один. И последний. Все. Без гантельки. Дальше. Отжимания. Готовы. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Два раза. Раз. Два. Все. И в сторону прыжки. Прыжок в сторону. Касание пола. В сторону. Касание пола. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И два раза. Раз. И два. На этом наша тренировка закончена. Всем хорошего дня. Та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Что общего у музыки и печати? Ну, с обычной печати, пожалуй, ничего общего. А вот с помощью технологии трехмерной печати инструментами можно снабдить целый оркестр. Доброе утро, друзья. В эфире рубрика «Как по нотам?» И сегодня мы увидим и услышим музыкальные инструменты, целиком и полностью изготовленные на 3D-принтере. Знакомьтесь, это французский музыкант Лоран Бернадак. И впервые в мире он играет на распечатанной 3D-скрипке. Она состоит из монолитного куска пластмассы, а дизайн основан на традиционной модели Антонио Страдивари. Музыкальный инструмент нового поколения способен извлекать звуки электрогитары и даже басовые партии. Конечно, подобные модели уже не редкость, но сыграть на подобном инструменте еще никому не удавалось. Какие прелестные звуки, вы только послушайте! Во Флориде пошли еще дальше и разработали двухстороннюю скрипку. Модель назвали мульти, и она совершенно не похожа на традиционный инструмент. Вот бы ее послушать, но не все сразу. Надеюсь, что совсем скоро эти необычные 3D-инструменты доберутся и до наших концертных площадок. Ну а у меня на этом все, споемся, пока! На календаре 2 марта. 2 марта 1892 года в Самаре состоялось официальное открытие училища приюта для слепых детей. Экс-губернатор Константин Карлович Грот не раз предлагал создать в России благотворительное учреждение для незрячих детей. Воплотить в жизнь его пожелания в итоге взялся купец первой гильдии Георгий Иванович Курлин. Он приобрел двухэтажный дом на Преображенской улице, нынешней улице Водников, с необходимыми службами, местом для разведения сада и подарил его училищу-приюту. Благое начинание Георгия Ивановича Курлина сразу получило поддержку со стороны самарцев. 2 марта 1858 года родился известный в будущем самарский архитектор Александр Александрович Щербачев. Многие здания в губернской столице были построены по его проектам. Сегодня об этом архитекторе напоминают дом Наумова и особняк Клотта, оба находятся на улице Куйбышева, доходные дома Челышова на улицах Фрунзе и Красноармейской и множество других зданий. В такой же мартовский день в разные годы появились на свет первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, популярные актеры Михаил Пореченков, Иия Саввина и Юрий Богатырев, известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев и многие другие знаменитости. Именинники дня сегодняшнего – Анна, Марианна и Федор. В народном календаре во второй день весны на Руси вспоминали двух святых – праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора. Последнему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди. А к святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от проделок Кикиморы. Она, по мнению крестьян, больше всего вредила пряхам и ткачихам, путала пряжу и разматывала кубки. Особенно пристально на Федора и Мариамну наши предки наблюдали за погодой. Считалось, что какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай, а дождь – обилие хлеба и льна. Таким был в истории второй день марта. Всего вам самого доброго! Если хотите поучаствовать в нашей телепередаче, добро пожаловать. Присылайте свои яркие фото и видео в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Утро губернии». В конце февраля в Тольятти проходил чемпионат мира по зимним видам парусного спорта «ВИСА-2017». Этому чемпионату уже почти 40 лет. Площадка для соревнований – это ледяная экватория Жигулевского моря, площадью более 600 км. Утрамбованный снег с дюнами, 20-30 см, водяные поля и порывы ветра. Да, участникам соревнований пришлось не сладко, но глядя на их счастливые листья, понимаешь, оно того стоило. Достойное завершение зимнего спортивного сезона, я считаю, так. О достойном завершении интересного фотоконкурса – свежий репортаж из Тольятти. Голуби, воробьи и вороны – для этих фотоохотников слишком легкая добыча. В этом спорте побеждает самый усидчивый и терпеливый. Весь прошлый год жители Самарской области принимали участие в фотоконкурсе, призванном привлечь внимание к жизни птиц. Цифры впечатляют. Были сфотографированы 185 видов, 27 из которых занесены в Красную книгу. Для тольяттинского фотоблогера Дмитрия Рузова птицы стали частью его основного увлечения. В прошлом году он сумел поймать в кадр редкого для нашей области сапсана. Это была запоминающаяся охота на сапсан. То есть это сокол, который появился у нас через большой промежуток времени. И, собственно, заповедник пригласил, и я не смог отказаться. То есть это интересно было. Ну, там немножко я даже получил небольшую травму, там ребро сломал, с большим рюкзаком возил. А вот Галина Зяткина отличилась тем, что сумела сфотографировать 154 вида птиц. Для этого ей пришлось немало поколесить по Самарской области. Фотографией она занимается в свободное от работы время. Каждый выходной мы ездим куда-то в окрестностях Жигулевска, Самары, Тольятти, на ключевые орнитологические территории. Ну, посвящаем все время этому. Следить за явлениями природы и птицами, в частности, как раз и помогают жители Самарской области. Для них даже существует специальный титул – Bird Watcher. От английского слова bird – птица и watcher – смотрящий. Основной фактор, из-за которого пернатые покидают пределы нашей области, по-прежнему – человек. Постоянные застройки новых территорий заставляют птиц искать новые места для обитания. Как все в природе, не только в птичьем, скажем так, царстве, там все меняется. Какие-то виды уходят по каким-то причинам. В частности, в свое время из Жигулей, после их освоения нефтедобычи, там карьера по добыче известняка открыли, ушли. Вот Сапсан улетел, и улетел огарь, красная утка. Сейчас они вернулись. В этом году было открыто четыре новых вида птиц. Так что участники уже готовят свои объективы для новой фотоохоты. А самарские орнитологи и сотрудники Жигулевского заповедника призывают всех желающих стать bird-watcher'ами и присоединиться к фотоконкурсу. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Для «Утро губернии» из Тольятти. У нас в гостях Алла Кристалл, руководитель психологического центра. Доброе утро. Доброе утро, Алла. Как выяснить, оптимист человек или пессимист? Доброе утро. Например, задать вопрос. Как дела? Как дела? Или как вы съездили в путешествие? Кто-то начнет рассказывать, не та еда. Кто-то начнет говорить, какое было прекрасное солнце. Уже по этим ответам можно определить за 30 секунд, кто вы. Ну а кем быть полезнее, наверное, такой вопрос? Оптимистам? Пессимистам? Я всегда за баланс, потому что оптимизм – это эмоциональное состояние такой лёгкости, возвышенности, ну, можно сказать, даже в розовых очках. Пессимизм, наоборот, угнетённое такое эмоциональное состояние. И вот это вот равновесие, когда вот ровно, да, не плюс и не минус. И в этом смысле очень хорошо быть и пессимистом, и оптимистом. Это же называется реалистом? Реалист, да. Потому что мы, каждый из нас, испытывал негативные эмоции хоть раз в жизни. Ну, было. И отрекаться от этого, что у меня нет негативных эмоций, и настраиваться, что всё хорошо, это, наверное… Но пессимисты же зацикливаются на этих негативных эмоциях. А вот это уже другой вопрос. Мы говорим как раз о границах. А расскажите нам поподробнее, как выглядят пессимист, закоренелый и, соответственно, оптимист. Вообще, влияют четыре фактора, когда мы рождаемся. Это гены, это характер, то есть отворождённые, да, качества, и приобретённое воспитание и социальное окружение. А как гены могут повлиять? Есть пессимистические гены? Гены уныния? Ну, вот есть, если мы говорим про более глубокие психотипы, акцентуации по Лиангарду, например, циклоидный тип, ну, это вы можете более подробно узнать в интернете, да, или там демонстративный тип, или там все же знаки зодиака, овен, или погода там, кабан и так далее. Это тоже ведь не просто так, и есть же общие, и не зря у нас астрологи существуют. А окружение влияет на настрой человека? Да, и я хотела продолжить, как раз вот у кого что сильнее влияет? Есть семьи, где очень мощное, сильное воспитание, а у ребёнка всё равно ещё сильнее характер. Поэтому, что на первом месте, всё индивидуально, нельзя сказать, что что-то одно, у каждого своё. То есть может повлиять и окружение, а может быть он победит своим характером. Да, да. А может быть такое, что, ну, вот опять же, мы-то представляем, когда вы говорите, может победить окружение, а победит характер. То, что окружение на него давит, а он всё равно такой воздушный и лёгкий. А может быть наоборот, окружение всё в восторге, всё хорошо, все восторжены, все оптимисты. Он говорит, да нет, ребят, всё шплохо. Вариатов очень много, очень много. Но на самом деле, если вот взять всё-таки статистику, то социальное окружение сильно влияет, и даже больше, чем воспитание. Это, наверное, вообще проблема нашего века. А есть... Да, Саша, да, 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 да. Когда ты понимаешь, что ты пессимист, да, что это... Это неправда, это не я. Что это на тебя действительно влияет негативно. Как воспитать тебе оптимистические качества какие-то? Как на это настроиться? На самом деле, очень сложно признаться самому себе, что ты пессимист. Это же самокритика. Это всегда очень тяжело и достойно. Но первое, то, что хочется порекомендовать, посмотреть мультфильм про «Озик из Ромашкова». Я всем своим клиентам рекомендую. Серьёзно? Серьёзно. Там всё об этом? Там другой взгляд на жизнь. И для каждого взрослого тоже будет полезно посмотреть. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Это первое, что нужно сделать, это посмотреть мультфильм. Второе, конечно же, нужно абстрагироваться от людей, которые несут в себе негатив, и приблизиться к обществу более позитивному, подпитаться от них позитивом. Хотя бы временно. Понятно, что есть близкие люди, которые пессимисты, и мы никуда не денемся. Но тем не менее. А можно я вот с точки зрения того самого общества оптимистического, как общаться с пессимистом? Как к нему найти подход? Потому что иногда хочется сказать, ну и сиди в своём тухлом... Да, как к настроению. Понимаете, спровоцировались. Я да, да. Я и говорю, вот как не спровоцироваться? Вообще пессимисты – это энергетические вампиры. И когда другой человек реагирует, он становится автоматически донором. Вот поэтому главное – это реакция. Реакция – не реагировать. То есть надо что-то реагировать. Если мы игнорируем, это тоже мощная реакция. Да? Да. То есть, ну сложно же не игнорировать. Он же такой... Он же такой... Ну, например, мама говорит, вот ты такая вот плохая принесла тройку. А дочка говорит, да-да. Ну, да, я представляю реакцию. То есть это такая правильная реакция или нет? Реакция – да-да. Вот когда человек выводит тебя, если ты говоришь хоть одно слово, то получается дилемма, какие-то рассуждения и продолжения. А когда говоришь, да-да, все, точка на это. Так, ты согласился и вроде бы... Обрубил. Не буду донором. А бывает так, что пессимистичный, оптимистичный человек, наоборот, с возрастом, возможно, становится пессимистом? Что делать? Смотрите, вот когда человек становится, ну, приближается к старости, с чем мы сталкиваемся? Это пенсия, это, возможно, уже потеря супруга, выросшие дети, возможно, уже и внуки уже подросли, да, и возникает вот это вот такое эмоциональное одиночество. И тут есть два выхода. Это конструктив, когда ты уходишь, все-таки воспитание уже правнуков, когда все равно ты работаешь или там в дачу погружаешься, или в путешествие, ну, наконец-то у меня появилось свободное время и деньги, и я могу это себе позволить. Или, наоборот, в деструктив, когда ты уходишь в болезнь, именно психосоматическую, начинаешь прибедняться, начинаешь ворчать, начинаешь учить. Вот всегда есть два выбора. И действительно может... То есть нужно сделать на собой усилие, и вот тогда... Да, переключить фокус себя на мир. А вот есть плюсы в пессимизме, в таком взгляде, на мир? Совсем пессимистичный? Я не говорю о реализме, о котором вы сказали. А вот смотрите, когда, допустим, происходит конфликт в семье, оптимист найдет хорошую сторону, стаканом половину полон, и вроде все хорошо, но проблема не решилась. Поэтому в этом смысле пессимизм оголяет те сложности, которые есть в отношениях, и нужно их проговаривать своевременно, а не накапливать, а потом хоп, а мы разводимся. То есть вопрос стрекозе и муравье. Ты можешь быть стрекозой, и все хорошо, а потом ты просто окажешься, если не раскрываешь свою проблему, разбитого корыта. Как вы считаете, кого больше, наверное, не знаю, в нашей области, может быть, оптимистов, пессимистов, насколько настроены, как настроены люди назовут? Вам встречаются? Ну, моя работа связана с тем, что ко мне все-таки люди обращаются, когда плохо. Сложно сделать какой-то вывод? Нет, ну, уходят всегда с приподнятым настроением, когда курс проходит, да, все хорошо, и, в общем-то, жизнь налаживается. Но если статистику провести, ну, я думаю, что 50 на 50, я не могу сказать, что пессимист. Это радует. Это радует, да. Кого-то радует, а кто-то говорит целых 50%. Вот это да. Спасибо огромное, Алла. Паровозик из Ромашкова, да? Да. Запомнили. Обязательно посмотрим прямо после эфира. Спасибо, хорошего, оптимистичного вам дня. Не спросили, а вы оптимист? Не скажу. Как у вас дела? Мы прервемся через несколько минут, вернемся в эту студию. В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. В центре Самары минувшей ночью ликвидировали последствия коммунального ЧП локального масштаба. Произошел прорыв теплотрассы на улице Крупской. Без отопления остались жители многоквартирного дома. К их счастью, ненадолго. По информации администрации Самарского района, повреждения трубы оперативно обнаружили и устранили. А вот причиной случившегося, по предварительным данным, стала неосторожность дворников. Те накануне перестарались с уборкой снега. Весь результат своей работы сбросили аккуратно на забор. А он такой нагрузки не выдержал и рухнул прямо на трубу. Произошло падение забора железобетонных, три пролета, которые упали на воздушную теплотрассу, находящуюся на обслуживании ОАО ПТС. 89-я труба, 89 миллиметров диаметр. Участок, скорее всего, она в одном месте, на стыке порвалась. Силами управляющей компании, под управлением которой находится этот дом, произведены работы по расчистке теплотрассы, чтобы ОАО ПТС могло произвести работы по восстановлению. И продолжаем. Стартовало голосование за участников общественной акции «Где родился, там и пригодился» на сайте конкурса. Каждый может отдать свой голос за своих земляков. А молодые профессионалы тем временем дали открытый урок школьникам Кенеля, чтобы рассказать о себе, заинтересовать своей работой и, возможно, для кого-то стать примером. И помочь сделать выбор в пользу малой родины. Жить в большом городе, работать в офисе – это не ее. Елена Атакова решила для себя еще в детстве. Когда встал вопрос о высшем образовании, выбрала специальность «Поближе к земле». Теперь выпускница сельхозакадемии – молодой ученый и селекционер. Летом в полях, зимой в лаборатории. Именно я занимаюсь соем, это кормовая культура, и амарант. Культура 21 века, она известна, но ей мало занимаются. Главная задача наша – это создание высокопродуктивных сортов для нашей Самарской области. Как еще можно работать, зарабатывать и реализовывать себя в родном городе или селе, рассказывают участники акции «Где родился, там и пригодился». Почему выбрали такую специальность, насколько интересна профессия, как добиться успеха – это лишь некоторые вопросы, прозвучавшие на открытом уроке. А кто-то из старшеклассников уже определился с выбором специальности. Самарская область – это центр авиационной промышленности. Так как я выбрала техническое направление, то, естественно, тут заводы, предприятия, то есть благородная почва, благодатная почва для продвижения в этой деятельности. Общественная акция «Где родился, там и пригодился» в этом году собрала больше тысячи участников, объединив всю область. Врачи, учителя, нефтяники, специалисты по работе с молодежью, агрономы – специальность не столь важна, если твоя работа приносит пользу людям и радость тебе. Быть может, кто-то вдохновится их примером. Мы хотим, чтобы сейчас этот совет помог нашим ребятам с выбором профессии. И в первую очередь именно желательно, чтобы они именно нашли себя в том месте, где они родились, чтобы ими могли гордиться их родители, их близкие, их земляки. Отдать голос со своих земляков можно на сайте акции «Где родился.рф» до 20 апреля. Нина Иванина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. В Самарском театре оперы и балета «Весну» встречают искрометные премьеры. И сегодня там покажут новую концертную программу «Гранд-Опера». Это попурей самых известных произведений популярных отечественных и зарубежных композиторов. За кулисы заглянул и Владислав Жирнов. Наталья Фризе, солистка Самарского театра оперы и балета, в новой концертной программе предстанет перед зрителями в образе Параси Никаноровны и знаменитой тримбиты, знакомой широкому зрителю по одноименному фильму. Правда, на Самарской сцене, в отличие от киноленты, ее героиня встретится с Папандопула и Яшкой-артиристом, героями совсем другой оперетой свадьбы в Малиновке. Но веселая неразбериха среди героев, а еще синтез юмора, сатиры и любовной интриги – для этого жанра дело обычное. «В большинстве случаев в опере в конце обязательно кто-нибудь умирает. Опера более трагическая. А оперета для артиста, ну, мне кажется, что она более сложная, потому что это большой синтез и драматической игры, и вокала, и плюс еще и танца». Концертная программа «Гранд-опера» – первая в этом году премьера в Театре оперы и балета. Папури из арии и танцевальных номеров, блистательных австрийских оперет Штрауса, Кальмана, популярных американских композиторов Гершвина, Бока, Миллера и произведений советских классиков Александрова, Дунаевского, Петрова. Хотя это и легкий жанр, но исполнить его оперному солисту достаточно сложно. И не только оперному солисту, и драматическому артисту достаточно сложно, потому что, опять же, компиляция вот всех вот этих искусств. Задает тон игры артистов симфонический оркестр. Перед ним стоит ответственная задача – сделать музыкальный язык опереты максимально доступным даже неискушенному меломану. В принципе, в театре всем трудно, в том числе и дирижеру. Но, с другой стороны, в театре не работают люди те, которые не получают удовольствия от своей работы. В репертуаре Самарского театра оперы и балета до конца этого сезона будут идти еще три опереты. «Летучая мышь» Штрауса, Сильва Кальмана и «Тарам Парам» или «Квартирный вопрос их испортил» Шостаковича. Но в гранд-оперу артисты вложили максимум задора и веселья. И таким образом сделали прекрасный подарок самарским меломанам к началу весны. Владислав Жирнов, Александр Дудко. Новости губернии. А у меня на этом пока все новости. Увидимся. Доброе утро, губернии. В студии снова ведущие Саша Байдачна и Женя Плотников. Сегодня мы ведем непримиримый спор, кем быть лучше и интереснее, пессимистом или оптимистом. Саша убеждает меня, что стакан наполовину пуст, хотя он, ну, очевидно же, он наполовину полон и полон вкусного чая. Но правда в том, что половину ты уже выпил, а шоколадка еще осталась, поэтому придется чай наливать по новой. Между прочим, оптимисты тоже смотрят в будущее. Один из президентов Франции, Шарль Деголь, отличался большим оптимизмом. Именно благодаря неиссякаемой энергии, неиссякаемой вере в успех, Деголь в итоге смог получить президентское кресло. Или великая итальянская актриса Софи Лорен. У нее ничего не было, только ее красота и вера в лучшее. Это помогло ей не только выбраться из нищеты, но и стать одной из величайших актрис в мире. Вот с этим же я спорить не буду. Но все-таки безудержный оптимизм и позитивное восприятие жизни это все-таки разные вещи. Позитивно к жизни относятся животные. Им ничего не нужно, ни признания, ни успеха, ни какие-то деньги. Пожалуйста, достаточно хорошей погоды, небольшого, но очень уютного домика. А также, конечно же, лакомство, потом можно уснуть безмятежно. Почему бы и нет? ООН, Организация Объединенных Наций, составила десятку самых счастливых стран. На первом месте оказалась Швеция. Секрет жителей этой страны в шведской традиции фика, что означает делать перерыв в работе, чтобы выпить кофе и обследить новости и дела с друзьями. Жители Нидерландов отличаются высокой физической активностью и любовью к велопрогулкам, поэтому они тоже счастливы. А финны все заботы и проблемы моментально выпаривают в традиционной финской сауне. А кстати, кстати, всякие приятные процедуры, вроде массажа, сауны, плавания, очень здорово помогают справиться с проблемами, чем постоянно пережевывать одни и те же негативные мысли. Лучше пойти и смыть это все горячей водой и выпарить березовым венчиком. В общем, лучше париться в бане, чем постоянно париться по любому поводу. А вот разделяют ли эту точку самарцы, мы сейчас узнаем. Да всем одинаково. Оптимисты, потому что они во всем вид прекрасны. Легче живется оптимистам, потому что у них всегда жизнь играет яркими красками. Наверное, оптимисты. Почему? Ну, есть надежда на улучшение. Оптимисты, ну, у них всегда есть настрой, они верят в себя, и все получается. Оптимисты, потому что они всегда настроены на положительное. Смотрят с меня, я улыбаюсь, и мне все хорошо. Оптимисты, конечно, потому что настроение всегда хорошее. Оптимисты живут легче, потому что они все воспринимают намного легче. Конечно, оптимисты, потому что они не думают о плохом. Наверное, оптимисты, потому что они верят в будущее. Ну, легче жить с улыбкой и верить в то, что вот сейчас грязно, но весна же начинается. Реалисты. Тем у другим тяжело. Влюбленным к тому, что у них жизнь. Продолжаем эфир полезными новостями. Самарцы смогут присоединиться к ежегодной всероссийской контрольной по математике, что и требовалось доказать. Проверить свои знания можно будет онлайн 11 марта. Контрольная состоит из 10 несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы. На сайте ЧТД задачи будут доступны в течение суток, начиная с 12.00. Приступить к заданиям на сайте можно в любое время, а на выполнение дается только один час. В тот же день, 11 марта, состоится первая в Самаре презентация платьев из бумаги. Дизайнером-модельером недолговечной коллекции стала Анна Морская. А моделями выступают не профессионалы, а обычные жители губернии. Возможно, вы еще успеете записаться в модели, а вдруг у вас проснется скрытый талант. Видишь, я оптимистично настроена. А вот героем сюжета Татьяны Пециной выступает не комик или, может быть, какой-нибудь актер, а обычный енот. Ну, я бы ему дал премию «Золотой глобус» за артистизм. Кокос умудряется одновременно чмокать и фырчать. Ни с кем не хочет делиться любимым лакомством – вареными пельменями. После горячего – обязательно чай. К такому обряду приучил хозяин. Стас Рыбин считает, что с енотом нужно обращаться, как с маленьким ребенком. Надо к нему подходить на доверие, то есть практически. То есть вот он ест, надо садиться возле него. Может быть, тоже там сидеть, что-нибудь пожевывать. Допустим, свои тарелки что-нибудь ему какую-нибудь еду давать. Ну, чтобы он понимал, что человек, как бы я хозяин, ему даю, а не забираю, никакой опасности не представляю. Эта история началась год назад. Однажды Стас наткнулся на видеоролик с енотом в главной роли. Реальность превзошла все ожидания. Кокос оказался забавным, смышленым и чрезмерно чистоплотным. Звание полускуна он оправдывает на все сто. Любая попавшаяся в лапки добыча проходит обряд омовения. Как только с этим покончено, можно позаботиться и о себе. Полосатый долго топчется в тазики с водой. И только потом мирно укладывается на боковую. Зимой он половину дня спит, вот, встанет только покушает и обратно спает. Ну, он посидит, он медведя своего помочит, какие-то игрушки есть у него там. Все, в принципе. Вот, летом, конечно, будет более активно, то есть летом придется с ним побольше гулять. Иначе, конечно, он начнет по шкафам прыгать, по столам. Ну, понятно, энергия просто будет чересчур. Из зимних развлечений Кокос предпочитает просмотр кино. При этом надо обязательно развалиться на хозяине, чтобы тот не забывал, кто в доме главный. Думаю, научить его это, автографы, чтобы он лапкой и что-нибудь там фломастером на бумаге нарисовал. Потому что автографы уже надо ему раздавать. На улице его уже узнают. То есть я даже вот вчера родители ходили на металлург, пешочком решили прогуляться. Человек 3-4 узнал, ой, это у вас же Кокос. И все же еноты – народ своенравный. Дрессировки не поддаются. Выход только один – направить звериную энергию в нужное русло. Кокос – звезда фотосессий. В хорошем расположении духа даже улыбается на публику. Татьяна Пецина, Виктор Соколов. Программа «Утро. Губернии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Утро. Губернии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Утро. Губернии». «Утро» «Утро. Губернии». «Утро. Губернии». Ну что ж, доброе утро еще раз, друзья. У нас в гостях замечательный Андрей Саламатов, организатор русских традиционных игр «Заобав» и, видимо, музыкант. Доброе утро, Андрей. Который нам, я надеюсь, вам тоже поднимает настроение. Класс, вот это слабали вообще, и вы вот в этом живете, вот вам повезло. Скажите, пожалуйста, вот как превратить кислые лица с утра в довольные, в оптимистичные? Вот наши предки знали секрет, вы тоже, по-моему, знаете. Я знаю только одно, что надо людей настроить на один лад. Это значит спеть с ними в одну, ну, чтобы настроиться в одном ладу. И выбираем простую песенку «Калинка-малинка». И вот все, кто поет или даже слушает, они уже как бы понимают мое настроение, мое состояние. И сопереживает, или переживает, или там подтопывает. Так что это уникальная система, песня, как славление. Что делать, если какой-нибудь угрюмый тип не хочет пить «Калинка-малинка»? Дело в том, что это, получается, чистка. Те, кто хочет расти, изменяться, мы его сразу либо попросим, либо ты с нами, либо ты против нас. Он, естественно, ну, как бы поймет об этом, что, ну, как бы здесь он лишний. Он собирает вещи. Да, да, я просто, да, я пойду издалека или пойду я в бар лучше. Иди слушай свой «Star way to heaven». Вы принесли с собой русские народные инструменты, правильно? Так точно. Откуда такая любовь и такое количество? Дело в том, что мы, к сожалению, забыли о том, что у нас есть и своя культура. Но она как-то не популяризирована. Она просто не популярна. Ведь наши деревяшечки – это наши деревья, это наши ритмы, это вот внутренние. Это, может быть, в других культурах тоже есть. Но мы, к сожалению, не так хорошо знаем об этом. Вот, например, ложками мы едим, а на них еще можно и сыграть. То есть это тоже и ритмические рисунки, которые я подыгрываю кому-то, и просто внутреннее настроение, которое, ну, надо выплеснуть. Андрей, вы же ложечник. Лошкарь. 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 Вот, я ждал, когда вы скажете. Сыграйте нам, пожалуйста, что-нибудь. Можно я тоже? Ну, давай тоже. Браво, ну, отличный дуэт. Здорово, здорово. Спасибо. А где учились играть? Как освоились эти инструменты? Когда-то на день рождения друзья подарили мне целый набор, который состоял из 20 шумелок. Они как бы шумелки, перкуссия называются. Я начал разбирать их, что же это такое интересное. И просто на этом же вечере раздал всем гостям на дне рождения все шумелку. Я всего там три песенки знал на балалаке, но мы спели «Калинку-малинку», «Ой, при лужке-прилужке». Я понял, что мы играем, мы живем, и я просто проверил друзей. Это называется «Хочешь узнать человека, проверь его в игре или в дороге». В данном момент это была проверка игрой песенной. Вы заговорили об играх. Мне интересно об этом поподробнее узнать. «Казачий котел» так называется? «Казачий котел». Проводите здесь. Да, я, к сожалению, могу сказать, что где бы я, в каком бы я городе не был, везде варится. То есть это добрые молодцы. Не важно, казак ты, не казак, ты ведешь здоровый образ жизни, и в котел идутся, ну, братаются, братаются. Получается, что мы проверяем и в играх добрые молодцы, на какой он волне, его немножко учим. То есть не открывать спину, ну, вести, как бы, такие динамичные игру, работать в толпе, в ближнем бою. Это все не кулачный бой, это все игровая система. Игра забава. Для сильных мира. И с каждым, как бы, с каждой тренировкой человек все больше понимает, он все больше раскрывается, он идет навстречу, и ты в котле организуешь братство. Вот, в Самару я привез такую игру, ее нет в Самаре, я, к сожалению, ни разу не переживал ее. Есть другие иногородние мастера, я с удовольствием поделюсь. Мы варимся по воскресеньям, это очень... По воскресеньям мы в загородном парке варимся, в 11 часов очень ждем вас. А что, Андрей, можно просто прийти и завариться с вами? Да, это без оплаты. Мы, как бы, смотрим, кто единственный, ну, как бы, просим тех, кто пришел в каком-то плохом настроении, и, ну, немножко войти в состояние игровое. То есть мы, как бы, не наказываем друг друга. А есть победители? У нас побеждает только одно – здоровый образ жизни. То есть я даю задание, и все добрые молодцы выполняют его. Я тоже варюсь, я кашевар. И этот кашевар, получается, следит за настроением. Я знаю, что кто-то в каком-то настроении. Я его там ударю ласково по спине, разглажу. Это все полюбовно. Мы в начале круга рассказываем о том, что мы на любках. Мы полюбовно пришли. Есть зверьки. Тогда ты уже спецназовец. Тогда удары проходят и в голову, тогда удары проходят уже в корпус. Они могут быть злыми, жесткими. Это когда... Это когда активируется на военное время. Эту науку, ну, как бы, да, вспомнили и проводили казаки. То есть, ну, я вот сейчас работаю и в Москве, и в Геленджике, и в Крыму. И у нас люди организовываются. Мы уже обмениваемся опытом, играми, чтобы у нас в каждом селе варились, в каждой деревне, в каждом населенном пункте. Великое. А почему вы занялись возрождением дровых традиций? Что у вас было делать? В том, что это как дополнительный, как бы, норматив, дополнительная дисциплина. Я занимаюсь работой, как бы, оружием. Я работаю обоеручными, то есть обоеручными шашками. Работаю одной шашкой, двумя шашками. Перехожу изучать работу с косой, с кистенем, с плеткой, с нагайкой, с хлыстом. То есть мне хочется расширить, как бы, свое образование по, как бы, дисциплинам. Вот одна из дисциплин, когда ты вроде в игре, в то же время ты еще и каждый за себя, каждый варится. То есть мы саморазвитием занимаемся. Вот отличный способ саморазвития. Мне кажется, играть в подобную игру, некогда думать о чем-то плохом. Нужно ворачиваться, защищаться. Я вам скажу, 30 секунд варишься на задании, 30 секунд. Никакому пессимизму. Какой там думать? Ты должен выжить. В хорошем смысле слова. Еще и, кстати, отличная спортивная такая нагрузка. Я думаю, великолепная. Спасибо, Андрей, что заглянули к нам сегодня. А может быть, сыграли на дощечке? Давайте попробуем на дощечке. Это называется стиральная доска. Забытая дисциплина. Сейчас мы на ней сыграем. Ох, интересненько. Ну давай, бери. Да, берите. Я просто уже сыграл, как твоя очередь. Можете выбрать что-то. Внимание. Вот, например, треугольничек. Давайте, давайте. Ты справишься, Женя. Да, там, вот. Играется двумя палками, двумя ложками. Поехали? Поехали. Ну что, вот такие позитивные, звонкие, ласкающие звуки. Мы говорим спасибо Андрею за то, что подняли нам настроение и за то, что рассказали о замечательной русской культуре. Пусть немного и дадут. Спасибо, Андрей. Вам успехов. Встречаемся в воскресенье. Отличный способ, отличный пример оптимизма – это куклы времен войны. О том, как в трудные времена находили повод для радости, расскажет Елена Шишкина. Первыми увлечениями Татьяны Дейс были этнографический костюм и обрядовые куклы. Но очень скоро мастерицу заинтересовали простые игрушки, с которыми играли наши бабушки, когда были девочками. Татьяна вспоминает, как ее собственная прабабка парой простых движений из платка и клубка ниток делала правнучке самодельную куклу. Так появилась идея собрать секреты самарских бабушек, ведь до сих пор нигде в Самаре нет полноценной коллекции этнографических кукол. И найти вот таких кукол, в общем-то, это довольно сложно, подлинных, скажем так. Но сохранились еще бабушки, спасибо, которые помнят, как они в войну играли, как они крутили. И вот у меня есть такой, ну здесь вот у меня сейчас маленький такой этнографический сбор. Вот эти куколки Зубовой Раис Михайловны. Вот она уроженка Кенель-Черкасса, вот Самарской области. Вот она по моей просьбе сделала таких куколок. Все деревенские куклы намеренно безликие, скрученные из лоскутков и с зольными головками. Мешочек с золой макали в воду, чтобы получить прочную форму для будущей кукольной головки. Наряжали кукол, подражая взрослым женщинам. Это игра, это куколка, это девочка у нас в плате, подросток. Эта куколка у нас уже бабит такой костюм. Я вот прекрасно помню своих прабабушек в таком костюме, вот когда юбка до пяток, кофта на выпуск идет у нас. Платочек вот этот очень характерен для нашей Самарской области, который назад, как мне женщина одна говорила, аж уши болят. Насколько затягивали, потому что волосы некрасивые, чтобы торчали. И вот такая еще нарядная в платье. Куколки городских девочек немного отличались от деревенских игрушек. Если это военных, прям чисто военных лет, это 40-х лет, то это уже где-то начало 50-х или конца 40-х лет. Здесь уже куколка такая, уже игровая, хотя придерживается основа, скаточка, да. Видно, что это девочка с косой, бант у нее вот такой, платье шивное. Причем, если при желании, платье даже можно снять, то есть вот такая вот куколка. У нее уже личико появляется. Сегодня на мастер-классы к Татьяне Дейс в областную библиотеку приходят и школьницы, и пенсионерки, которым интересна история и этнографические традиции нашего региона. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, Утро губерния. Мы продолжаем и у нас далее исключительно оптимистический гороскоп. Овны, начните день с активных действий. Сделайте уборку, приготовьте завтрак, порадуйте улыбкой близких и родных. И тогда удача останется с вами, как минимум, до вечера. В Тельце сегодня будет много монотонной работы. Потребуется что-нибудь проверить или перепроверить. К вашему удивлению, вы действительно обнаружите пару досадных ошибок. За дело, друг! Близнецы, сегодня в вас может проснуться тяга к сильным впечатлениям. Смело отправляйтесь на поиски, только помните про осторожность и не рискуйте зря. Здоровье и голова на плечах вам еще пригодятся. Раки, внезапно вы почувствуете потребность в переменах. Не сдерживайте себя, разве что в тратах. А фантазия сегодня может парить в самых высоких облаках. Львы, количество входящей информации просто зашкаливает. Сделайте глубокий вдох и распределите дела по степени срочности. Так что те, что могут подождать до завтра, пусть ждут до завтра. Девы, вы сегодня рискуете куда-нибудь опоздать. И виной тому внешние обстоятельства. Имейте это в виду и запланируйте выход из дома на 10 минут раньше. Фигура тут, фигура там. А весы вообще везде. Скорость вашей реакции может удивить всех вокруг. Не сбавляйте темп. Скорпиона сегодня под удар может попасть в ваша личная жизнь. В спешке вы совсем перестали уделять внимание своей второй половинке. А ей это не очень по душе. Сделайте уже что-нибудь. Стрельцы, все самое прекрасное случается внезапно. А у вас, скорее всего, так и произойдет. Будьте готовы. Распахните двери, причешитесь. И встречайте это прекрасное с хлебом и солью. Козероги, с техникой у вас сегодня явно какие-то проблемы. Лучше в близкий контакт со всякими хитрыми устройствами не вступать. Пообщайтесь лучше с близкими. Водолей, сегодня все захотят вам помочь. Не пренебрегайте этой помощью и отключите функцию «Я сам». Отличный повод немного передохнуть и набраться сил для дальнейшей работы. Рыбы, день принесет радость и тепло. И абсолютно не важно, какая сегодня погода. Просто у вас и ваших близких все должно быть хорошо. А это самое главное в жизни. Замечать красоту вокруг и людей вокруг себя – это простой рецепт оптимизма. Но все-таки розовые очки иногда нужно снимать, хотя бы для того, чтобы не споткнуться. С вами в студии была спорщица Саша Байдаченко. И неисправимый оптимист Женя Плотников. Ну вот ведь вот отлично программу провели. Вот великолепно на инструментах програли. Красотища! Ну вот, программа закончилась. Грустно. Сеть спортивных клубов «Физкультура» – это три клуба в Самаре. Профессиональные тренеры, современное оборудование, широкая сетка групповых занятий, сауна, солярий. Физкультуре, фитнес. На результат! Субтитры подогнали Симон.